Перестройка геометрии тела — это создание божественной формы из обычного набора плоти и костей, которыми мы располагаем. Если определенным образом перестроить 114 чакр, то вокруг этих форм откроются совершенно другие возможности. В Индии таких людей называют Бхагван. То, что мы называем Вселенной или Космосом, по сути является сложным слиянием форм. Планеты, звезды, все системы — это все формы. Со временем эти формы стали настолько эффективными, что сейчас они кажутся нам вечными. Эти формы достигли такого совершенства геометрии, что кажутся нам вечными. Это не произошло внезапно. Каждая из этих форм развивалась постепенно. Некоторые формы в своем развитии преодолели определенную границу. Если форма в своем развитии выходит за границу возможностей человеческой формы, то мы называем ее Божественной формой. Потому что все, что за пределами наших возможностей и умений, становится Божественным в нашем опыте. Что касается Божественных форм, то в монотеистических религиях ошибочно считается, что те, у кого много форм, сбились с пути. То есть, они не знают, что есть Божественное. Они изобрели слишком много образов. Эти формы не были изобретены. Они были получены путем наблюдения за природой Вселенной. Заметив, что некоторые формы могут действовать и существовать в состояниях реверберации, которые находятся за пределами того, что обычно понимается как человеческое, мы определили эти формы как Божественные, достойные поклонения. Прежде всего, мы должны научиться тому, как использовать эти формы, как стать доступными для этих форм, возможности которых превышают возможности нашей собственной формы. На этой планете существуют естественные формы, которые могут функционировать с большей интенсивностью, чем человеческая форма. Также мы можем собирать или создавать формы и их определенные комбинации, которые будут функционировать на более высоком уровне, чем мы функционируем сейчас. На самом деле, вся система йоги, предназначена для того, чтобы построить или перестроить вашу собственную форму. Если мы перестроим определенным образом эти 114 чакр, которые сами являются определенными энергетическими формами, тогда тот же человек из плоти и крови, живущий внутри компульсивной природы этого измерения жизни, может быть внезапно трансформирован в более высокую возможность. Это те люди, которые преобразовали себя или геометрию слова существования до более высокого уровня через осознание, понимание, или просто через интенсивность энергии или эмоций. они трансформировали себя в более высокие геометрические формы, поэтому одно их присутствие излучает совершенно другое измерение энергии. Совершенно другая возможность становится доступной для этих форм. Эти формы мы называем божественными. В Индии таких людей называют Бхагван или любым из множества других имен, которые по сути означают богоподобный или божественный. По своей природе человеческое тело выстроено определенным образом. Существует целая наука, которая в наши дни стала псевдонаукой, потому что интуитивные науки оказались в неприглядном положении из-за того, что общество утратило целостность. Люди начинают строить догадки и называют это интуицией. Но в Индии, когда ребенок появлялся на свет, обычно в дом приглашали человека с развитой интуицией. Он рассматривал геометрию тела младенца и говорил, что возможно в жизни этого ребенка. он не наблюдал за звездами, а просто рассматривал геометрию тела ребенка, энергетическую геометрию его тела. Наверное, большинство из вас слышали о том, что некий человек предсказал будущее Гаутама Будды. Этот человек сказал, он станет либо великим императором, либо великим святым. для логического ума это может выглядеть как «Да ладно!» «Либо то, либо другое!» «Если вы назовете обе стороны монеты, то в любом случае будете правы». Нет. Он делал предсказания, рассматривая только интенсивность геометрии. Он сказал, что Гаутама может совершить великие дела в материальном мире, поскольку он сын короля, возможно, он станет великим императором. Либо, если в ребенке наблюдается такая интенсивность, то зачем ему тратить время на то, чтобы управлять другими людьми? Он скорее примет их и сделает частью себя. Это более разумно. Он скорее трансформирует их, что также более разумно. В предсказании говорилось, его интенсивность выходит за пределы императорского правления. Поскольку он сын короля, возможно, он станет императором. Но интенсивность геометрии показывает, что он может стать великим мудрецом. Все так и сложилось. Предсказание оказалось верным. Если бы Гаутама по каким-то причинам отступил, возможно, он стал бы великим императором, завоевателем. Может быть, он покорил бы много земель и стал великим императором. Императорами не становится без коварства, насилия и многого другого, чего большинство людей не захотели бы делать в своей жизни. Великим правителям приходится делать то, что большинство разумных людей делать не готово. Так что Гаутама выбрал другой путь, и предсказание оказалось верным. предсказание состоит в том, что человек смотрит на семя, которое может вырасти в большое дерево. Таким образом, геометрия тела, преобразование геометрии тела означает, что из наших обычных костей и плоти создается божественная форма. Разве в плоти и костях есть что-то плохое? Ничего плохого. Они имеют свои ограничения. Эта форма компульсивна. Разве плохо быть компульсивным? Совсем нет. Если вы не цените свободу, то нет ничего плохого в том, чтобы быть компульсивным. Что плохого в том, чтобы быть живым существом на этой планете? Ничего плохого. Просто если умереть, не познав возможность быть чем-то большим, то человеческая жизнь остается нереализованной. Каждая жизнь, от самой маленькой до самой большой, стремится стать полноценной. Поскольку человек обладает безграничной возможностью, он старается установить в жизни свои амбициозные цели. Эту безграничную возможность люди пытаются построить под себя, зафиксировать, чтобы почувствовать себя успешными. Они чувствуют себя замечательно, если сдали экзамен, если получили работу, если заработали миллион долларов, или из-за какой-то похожей чепухи. Это то же самое, что быть чемпионом среди хромых, имея две нормальные ноги. возможности человека безграничны. Ни вы, ни я не можем установить цель. Если я добьюсь этого, то на этом закончу. Это глупый способ жить. Если вы правильно выстроите свою внутреннюю геометрию, это станет машиной, способной на многое. Как далеко эта машина пойдет во внутреннем путешествии, полностью определяется человеком, отдельной личностью. Но далеко ли человек продвинется в мире, определяется многими вещами, временем, обществом, социальным устройством. Возможно, вас кто-то собьет по пути. Возможно, вас не распнут, но вас могут сбить по дороге. Так что ваше достижение в мире зависит от многих обстоятельств. Как далеко вы зайдете вглубь себя, это лишь вопрос устройства вашей геометрии, вашего понимания и осознания. Способности организовать это. Вся система йоги, от физического аспекта в виде асан, до всего остального, по сути направлена на реорганизацию или перестройку нашей геометрии таким образом, чтобы она начала работать так, как вы до сих пор не представляли возможным. Чтобы проживать свою жизнь за пределами амбиций, глупые амбиции появились у вас из-за ограниченного общества, в котором вы живете. Считается, что если вы на шаг впереди своего соседа, то ваше честолюбие удовлетворено. Нет, я хочу большего. Я хочу быть самым богатым человеком в США. Это все то же соревнование с храмами. Среди храмых вы чемпион. Вот и все. Безграничная возможность не должна быть загнана в глупые рамки, основанные на текущих жизненных обстоятельствах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова